В учить оказанию первой медицинской допомоги необходима большую колькость насельництва. Такую выполненность выказывают специалисты Белорусского товариства «Червоного крыжа». Управатность, обважность и надеянность пытаний вели размову у дельники круглого стола у Гродня. Это работники социальной сферы, педагоги и пранеманские медики. Первая помощь – это та помощь, которую может оказать любой человек, независимо от возраста, социального статуса, образования. И это очень важно, потому что несчастные случаи, какие-то травмы происходят с нами зачастую в бытовых условиях. Это может быть просто прохожие, это дорожно-транспортное происшествие. И часто жизнь и здоровье людей зависит от того, кто находится рядом, а никак не от медицинских работников. Володой, хотя базовым арсеналом приема у показаний первой допомоги до приезда профессийных медиков, означают специалисты пожаданно кожному. Такие умения могут потребоваться в разных ситуациях. При этом человеку важно не разгубиться и правильно допомогти потерпелому. Гродинская областная организация Белорусского Красного Креста уделяет очень большое внимание работе по направлению оказания первой помощи и обучения оказанию первой помощи. Наши инструктора и тренера действуют во всех районах Гродинской области и обучают население навыкам оказания первой помощи. Это очень важный навык, так как любой человек в любой ситуации может оказаться свидетелем ДТП, свидетелем какого-то другого чрезвычайного происшествия, в котором ему понадобятся данные навыки. В принципе, любой человек, обученный первой помощи, может спасти жизнь. Навыкшание грамадян правилам оказания первой помощи просто уникет червоного крыжа житявляет сгодно затвержденной программой. У их распоражения майстер-классы, тренинги и отповедные курсы. Комплексная программа у региона будет реализовываться планомерно, и, как подкресливают специалисты, их увагой будут охоплены не только областные центры и буйные городы, а и малые населенные пункты. С тем, как бы все больше, сколько же хоров в области была охоплена навыкшанием правилам оказания первой помощи. Продолжение следует...